здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале сегодня будем готовить замечательный торт шоколадная молочная девочка на моем канале есть еще две вариации этого торта просто молочная девочка и карамельная молочная девочка ссылки на эти рецепты найдете в описании под этим видео приступаем к приготовлению сначала будем готовить заварную основу для крема и для нее нам понадобятся следующие ингредиенты молоко яйца крахмал сливочное масло сгущенное молоко ванильный сахар и потом нам еще для крема понадобится сыр рикотта и сахарная пудра сначала нагреваем молоко пока греется молоко в миску разбью два яйца яйцам добавлю одну чайную ложку ванильного сахара у меня с натуральной ванилью поэтому такого цвета и слегка нужно взбить яйцам добавлю кукурузный крахмал перемешиваю помочков не должно быть сюда добавлю сгущенное молоко получается вот такая гладкая однородная масса и сюда постепенно добавлю горячее молоко получается вот такая гладкая однородная масса эту массу возвращаю обратно в сотейник молочную смесь поставила на плиту на медленный огонь постоянно помешивая буду держать на огне пока масса не загустеет масса загустела проварю еще около одной минуты и сниму с огня заварная основа для крема уже готова сниму с огня пока заварная основа горячая сюда добавлю сливочное масло нужно перемешивать пока масло не растопится масло полностью растворилась получилась вот такая гладкая однородная масса без комочков заварную основу переложу в большую посуду чтобы она быстро остыла заварную основу сверху накрою пищевой пленкой в контакт и оставлю на кухонном столе чтобы она полностью остыла до комнатной температуры рикотта нам тоже нужна комнатной температуры поэтому вместе с заварной основы оставлю на столе для теста нам понадобятся следующие ингредиенты какого порошок ванильный сахар разрыхлитель яйца мука и сгущенное молоко я взяла сгущенное молоко с какао но если у вас нету такого молока можете взять обычное сгущенное молоко но при этом увеличить количество какого порошка сначала подготовим сухие ингредиенты муку добавляем разрыхлитель я взяла две пачки разрыхлителя но если вы считаете что такое количество для вас очень много можете добавить одну пачку добавляем ванилин или ванильный сахар или если у вас сироп то можете добавить к яйцам тогда и сюда же добавлю какого порошок обязательно берите какого порошка хорошего качества от этого зависит вкус и цвета уже готовых коржей все хорошенько перемешиваем готовую мучную смесь просеиваем мучная смесь готова поставим в сторону миску разбиваем яйцами яйца взбиваем до пышного состояния яйца взбила до такого очень пышного состояния я сюда ничего не добавила здесь только яйца теперь к яйцам добавлю сгущенное молоко перемешиваем до однородной массы вот такая пышная масса получилась очень красивого цвета теперь начинаем водить мучную смесь снова просеиваем перемешиваем мучную смесь добавляем частями добавляем последнюю порцию муки и перемешиваем у нас должно получиться гладкое однородное тесто не промешанной муки не должно быть получилось вот такое тесто очень красивого цвета и очень приятно пахнет теперь тесто нужно поделить на 4 ровные части я это сделаю на весах я тесто ровно поделила на 4 части у меня получились по 320 грамм на один корж я взяла противень накрыла пергаментной бумагой у меня пергаментная бумага очень хорошего качества но все равно я слегка смажу растительным маслом это такое тесто что очень плохо отлипает от пергаментной бумаги равномерно распределяем тесто тесто липкое немножко неудобно но ничего страшного тесто поставлю в заранее разогретую духовку температура духовки 170 градусов нам понадобится приблизительно 7-10 минут я включила режим верх-низ и буду печь на среднем ярусе пока первый корж находится в духовке я подготовлю второй корж первый корж достала из духовки он пекся ровно 7 минут пока корж еще горячий нужно убрать пергамент вот такой очень нежный очень мягкий корж получился оставлю на столе и дам полностью остыть таким же способом испеку все коржи коржи остыли до комнатной температуры такие коржи которые готовятся на сгущенном молоке они сверху немножко липкие поэтому следует между ними постелить пергаментную бумагу чтобы они не слиплись коржи я сложила стопкой теперь нужно подровнять края из обрезков сделаю крошку и потом ими буду украшать торт вот такие у меня коржи получились очень мягкие и пористые из обрезков вот такая мелкая крошка получилась заварная основа для крема очень хорошо охладилась до комнатной температуры теперь приступим к приготовлению крема в рекоту добавлю сахарную пудру и сюда же добавлю пакетик ванилина и теперь это все вместе нужно растереть до однородного состояния гладкого получилась вот такая мягкая масса ну не гладкая это потому что этот творожный сыр так и должно быть теперь взобью сырную массу теперь в эту сырную массу добавлю заварную основу частями вот такой очень красивый крем получается он очень глянцевый однородный без комочков и очень ароматный собираем торт под первым коржом слегка промажу кремом я решила в торт добавить немножко замороженной малины коржи очень сладкие думаю что кислая малина очень хорошо сочетается я торт украшу очень просто просто посыплю крошкой из обрезков торт готов поставлю в холодильнике оставлю там на всю ночь торт почти 12 часов лежал в холодильнике порежу и посмотрим как выглядит внутри я не украсила торт просто обсыпала кружкой украшайте по вашему желанию и по вашему вкусу торт очень мягкий таки был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился обязательно ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал нажав на колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео на сегодня у меня все увидимся в новых видео субтитры сделал DimaTorzok и в следующем видео субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...